В прошлой игре мы находили минусы в хорошей игре. Давайте сейчас находить плюсы, несмотря на счет и результат. Плюсы в том, что девочки не остановились, а продолжали до последней минуты бороться. Это самый большой плюс. А над остальными минусами будем работать. Многим, как показалось, заигрывались в центре. Если удавалось зацепить мяч, то как будто заигрывались в центре поля. Не искали передачу в штрафную, не искали возможность развития атаки. Как-то вы обращали на это внимание, возможно, в перерыве? Ну, я скажу, как раз-таки они отцеплялись за мяч, они как раз-таки искали эти варианты. Поэтому натыкались на соперника, который оказывал давление, и сразу прессинг окружал со всех сторон. Поэтому не было пространства, чтобы это сделать. И поэтому получалось передерживать. В начале игры несколько минут 7 как будто психологически оказались слабее соперниц. Потому что, ну, как будто они где-то чего-то боялись, наверное. Может, нам это показалось или нет? Нет, страх присутствовал. Хорошо вы заметили. И на протяжении, мне кажется, всей игры он сохранился. Потому что некоторые игроки, по мне, так они совсем выключились. Вообще потеряли мы их и не смогли их включить. И не помог ни первый мяч, ни касание были выключены. Вы думаете, это только психологический момент? Да. Потому что игроки себя показывали, так скажем, с другими командами, с другим уровнем. Абсолютно хладнокровными. И, ну, скорее всего, вот для них это какое-то, не знаю, затмение произошло. Как это исправлять? Разговоры или что-то еще? Ну, и разговорами, и покажем, и видео будем объяснять, и много разговаривать. Вот один вариант. Показывать и разговаривать. Все, дальше придет с опытом.